Ну а пока же давайте к украинской политике. Давненько в ней не было настолько нелепых новостей, как на этой неделе. Верховная Рада, казалось бы, работала, но работа эта получилась такой, что больше напоминала блокаду. Депутаты просто утонули в четырех тысячах поправок к законопроекту в рамках судебной реформы. И ничем другим заниматься попросту не могли. Сам законопроект, этот, конечно, тоже не подарок. В нем больше 700 страниц. Только представьте себе, это сразу три новых процессуальных кодекса. Поправки к семи действующим кодексам и еще 18 законам. И все это в одном документе. Ну, если авторы вот такого масштабного законодательного замысла хотели поиздеваться над депутатским корпусом, то им это точно удалось. Но, а вот что удалось сразу всем политикам, это сорвать пенсионную реформу. И когда теперь миллионы украинских пенсионеров получат повышенные пенсии, большой вопрос. Попробуем сегодня найти на него ответ. Ну, а начнем с того, что сами народные избранники думают и вот о такой работе, и о своей дальнейшей судьбе. Моя коллега Екатерина Лысенко узнавала, собираются ли парламентарии проголосовать этой осенью хоть какие-то реформы. Осень реформ. Под таким девизом они открывали новую сессию парламента. И если реформу образования приняли на удивление, быстро и без скандалов, то потом застряли, а точнее погрязли в тысячах правок к судебной реформе. Самопомощи Баскевщина за лето написали к документу больше 4 тысяч замечаний. И все они должны пройти через сессионный зал. Все поправки, которые подаю я, это поправки сместованные, выбранные. Я знаю, с какой метою я их подаю. Я могу каждого из них защитить. Мы посчитали, что для того, чтобы успеть до конца этой недели просмотреть все правки, а их более 4 тысяч 300, нам нужно принимать 2,7 правки в минуту. Соответственно, это нереально. На рассмотрение правки идет минимум 2-2,5 минуты. Это минимальное количество. У коалиции нервы начали сдавать уже во вторник, когда на очередном заседании поправки проваливали, но прямо ставили снова. В этом зале сейчас мы видим четкую атаку на судебную реформу, мы видим четкую атаку на пенсионную реформу. И я считаю, что это недопустимо. Только немного началась какая-то дискуссия в зале, сразу истерика. И так всю неделю фракции упражнялись в обвинениях. Выникает уже просто фарс. Это не законотворческий процесс, это просто инструмент для того, чтобы затягивать час. И марно его вытрачать. Это и есть работа народного депутата. Подготовка поправок до законопроекта, с которым ты не погодишься. Отстояние своих поправок на сессийном заседании. Планы коалиции были наполеоновские. Максимум в четверг. Принять судебную реформу, пенсионную, а потом и тут не выдержал премьер. Я хочу попросить всех вас сегодня подтримать инициативу что до продолжения работы украинского парламента до завершения пенсионной реформы в Украине. 9 миллионов пенсионеров после упражнения реформы отримают подвышение своих пенсий с 1 жовтня. Ну и доводы премьера, ни просьбы спикера на депутатов не повлияли. Коалиция не смогла собраться ни с мыслями, ни с голосами. И все попытки продлить рабочий день оказались четными. И большинство, хоть и ситуативного, наличие которого не отрицают, тоже не хватило. Да и вынеси пенсионную реформу в зал без скандалов не обошлось бы. Половину депутатов законопроект не впечатляют и уже обещают очередное погружение в поправки. Они упаковали тотальное уничтожение прав пенсионеров в Украине. Под это они де-факто хотят провести 65 лет выхода на пенсию через механизм увеличения трудового стажа. Они на 10 лет поднимают трудовый стаж, после которого можно выходить на пенсию. Ключевая проблема одна – колоссальный дефицит пенсионного фонда, который, правда, может возрастать. Другая проблема – это то, что мы сегодня имеем мизерные пенсии. Третий вопрос – что делать с будущими пенсионерами, с их пенсией. Жодного из этих вопросов законопроект не решает. Это уменьшение минимальной пенсии. Это огромная количество людей, которые не будут получать пенсию, а будут получать социальную помощь от государства, которая будет меньше от пенсии. И третье – это увеличение пенсионного века. Я считаю, что с тем уровнем жизни и с тем временем жизни, которое есть в современной Украине, просто невозможно увеличить пенсионный век. Это позиция оппозиционного блоку, поэтому мы реформу не поддерживаем. Мы проанализовали бюджет, мы также его не поддерживаем, через то, что в бюджете закладено очень низкий уровень инфляции. На самом деле он будет больше. Это уменьшает социальные стандарты, это в перспективе уменьшает социальные выплаты пенсии и зарплаты для людей, поэтому мы предлагаем, будем предлагать свой альтернативный вариант бюджета. Бюджет – отдельная тема, которая потерялась за спорами о реформах, хотя документ уже открыт для изучения. СМЕДу представил премьер, правда, пока о цифрах говорят только в профильном комитете. В этом году уже уряд враховал и 5% ренты, потому что это надзвичайно интересует окременные территории, где идет водооток газа. И сформированный дорожный фонд, то есть будет продолжаться развиваться инфраструктурно, галузь. Врахованы подвышения заработной платной и, на жаль, не таки большие, как хотелось бы, подвышение пенсии. Главные бюджетные склоки еще впереди уж точно после голосования за реформы, которые перекочевали на октябрь. За несессионную неделю возможно что-то изменится в риторике малых фракций и поправок будет меньше, а следовательно рассмотрение ускорится. И пока в зале пытаются мириться и объединяться, объединяются и за пределами Верховной Рады. Народный фронт и БПП уже сейчас раздумывают над выборами. Думают над форматом, над названием «Кому остаться у штурвала, а кому за бортом». Действительно, разговоры про то, чтобы все политические силы и окремые политики, которые работают вместе с президентом, вместе с урядом, вместе с парламентом, объединялись и шли на выборы одной колонны. На каком уровне сейчас разговоры? На уровне первых людей политических сил. Можливо, они в такой способ хочут хоть каким-то образом залишиться в украинской политике. Но я боюсь, что выйдет все, как в известной байке Крилова, про музыкантов, которые вместе сидели, играли в какой-то квартет, и в результате у них ничего не вышло. И пока одни объединяют ресурсы, другие заводят Раду в ступор при помощи поправок. При этом важные кадровые вопросы назначения министров или главы Нацбанка давно отошли на третий план. Екатерина Лысенко, Александр Васильченко, Вадим Сверидонов. Подробности недели. Телеканал Интер. На неудачу с пенсионной реформой острее других отреагировал премьер-министр Владимир Гройсман. Например, в заявлении на сайте Кабмина Гройсман отметил, что реальная возможность принять пенсионную реформу в этот четверг у депутатов все-таки была. Любопытно, что премьер также назвал фракции, которые могли проголосовать за правительственный вариант реформы. Это БПП, Народный фронт и Радикалы Ляшко. Реальная парламентская коалиция на троих. Премьер настаивает на том, что депутаты должны проголосовать за эту реформу уже в первых числах октября. Я хочу подкреслити, что для того, чтобы сделать подвищенные пенсии и сделать их рассчитывание, нужно час. Ключевым вопросом является, чтобы поднять пенсии уже в середине месяце. Не в листопаде, а уже в середине. Для этого нужно провести колоссальную работу Пенсионного фонда и уряда. И мы до этого готовы. Но если это решение будет и дальше затягиваться с украинским парламентом, мы не сможем это сделать в середине. Поэтому я закликаю сегодня всех народных депутатов объединяться и ухвалить, что есть такие шансы и возможности, ухвалить пенсионную реформу в первом пленарном тижне, именно на начале середины. Ну а если нет, тогда депутатам стоит помнить, что большинство украинцев уже задумались о новых выборах. По данным социологов из Центра Софии, больше трети опрошенных точно намерены голосовать на ближайших выборах. Еще треть пока не решили, пойдут ли на участки, но склоняются к тому, чтобы проголосовать. При этом симпатии избирателей сейчас таковы. На первом месте в парламентской гонке оказалась бы батькивщина. Эту полицилу готовы поддержать 12% опрошенных. На втором месте оппозиционный блок этой полициле симпатизирует более 11% респондентов. Ну а на третьем месте блок Петра Порошенко с результатом в 10,5%. И в партиях власти уже начали готовиться к выборам. Причем это предметная подготовка. На этой неделе Игорь Каноненко, один из самых влиятельных украинских парламентариев и первый замглавы фракции блока Петра Порошенко, заявил журналистам, что БПП и Народный фронт уже приступили к дележу округов. Это уже традиционная практика для украинских выборов, когда союзники согласовывают кандидатов на мажоритарных округах, чтобы не создавать друг для друга нежелательную конкуренцию. Но согласитесь, если официально парламентские выборы аж в 2019 году, а реально уже начался разговор о кандидатах, то это означает, что кампания вполне может пройти досрочно. Вот об этом всем давайте прямо сейчас и поговорим с народными депутатами. У нас в студии представители двух наиболее ярких оппонентов в нынешнем созыве Верховной Рады, блока Петра Порошенко и Батькивщины. Алексей Гончаренко, замглавы фракции БПП и Алена Шкрум, народный депутат от Батькивщины. Алексей, скажите честно, действительно выборы уже не за горами? Зачем делить округи за два года до выборов? На самом деле это поздно, надо делить на первый же день после выборов. Надо готовиться к выборам с первого дня после того, как они закончились. Только тогда можно получить победу. Вариант досрочных выборов. Ну вот говорили, этой весной, этой осенью, возможно уже на весну переносят. Вы рассматриваете в вашей полициле или нет? Знаете, вероятность есть всегда 50 на 50, или будут, или нет. Но сегодня я не понимаю, что они дадут стране. Это как с вероятностью встретить инопланетяне. Приблизительно такая же. И я не понимаю, что они дадут стране. Ради чего потратить миллиарды гривен, остановить любые реформаторские процессы? Ведь мы уже понимаем, что в момент выборов никаких реформах и речи быть не может. Будет сплошной популизм. Если это Украине на пользу, давайте. Но я не вижу в этом смысле. Алена, а Батьковщина уже разворачивает штабы, делит округи с возможными союзниками? Вы как-то отреагировали на эту информацию? Мы сейчас готовимся к выборам в объединенные территориальные громады, потому что мы надеемся, что за рахунок децентрализации мы сможем показать какой-то результат на местах. И мы его уже показываем по многим объединенным территориальным громадам, где нас поддерживали. Но на самом деле, в том, что сказал Алексей, очень страшная истина. Потому что он говорит, что на первый день после победы нужно готовиться к выборам. И тут проблема. Потому что влада имеет где-то один год, Тонни Блер сказал, три месяца после победы сделать реформы. А влада, вместо того, чтобы первые три месяца или первый год делать болючие реформы, и чтобы результат был через пять лет как раз до выборов позитивный, они готовятся к выборам следующего дня и делят округи между собой. Для меня, в целом, не синитно делить округи. Я первый закон, который я подала с фракцией Батьковщина в парламент три с половиной года назад, это была отмена мажоритарки. И это то, что мы обещали спольно в Коляционной Угоде. И, на жаль, этого не происходит, но мы же видим, что за счет мажоритарки проходят страшные коррупционеры, которые потом вступают в фракцию ББП, а потом иногда выходят и идут в фракцию Водорожжения. Ну, об этой вашей инициативе вы уже неоднократно рассказывали в моих эфирах. Давайте теперь... Единственное, еще в первые три месяца мы были вместе. Нет, Алексей, вопрос, который более интересен нашим зрителям, чем возможные или невозможные выборы. Будут выборы, все равно объясните, почему они нужны и вы, и ваши оппоненты. С 1 октября пенсии будут повышены или не будут? Да, будут. И та попытка саботажа, которую сейчас пытаются провести Батькивщина и самопомощь, а иначе это назвать нельзя. Знаете вообще слово саботаж? Это от старо-французского сабо, это деревянный башмак. Такие деревянные башмаки рабочие вставляли в механизм станка, когда они хотели его сломать. Так вот сегодня Батькивщина и самопомощь своими деревянными поправками пытаются сломать механизм парламентской работы и принятия реформ. Алена вам сейчас тоже скажет, что это Елена Блок Петра Порошенко. А почему я говорю деревянные поправки? Пожалуйста, я вам приведу пример. Позрители сами решат. Поправка. Зменитые слова «браты участь» на «приниматы участь». Зменитые слова «явка» на «прибуття», «неявка» на «неприбуття». Скажите мне, и мы за это голосуем, это в парламенте все происходит. Скажите мне, пожалуйста, у нас парламент, и мы принимаем закон, или у нас филологический кружок? Хорошо, Алексей, что мешало проголосовать сначала пенсионную реформу, а затем приниматься за такой большой громоздкий процесс, как судебная реформа? Потому что судебная реформа была полностью подготовлена, а пенсионная реформа, еще поправки рассматривали с комитетом. Хорошо, если пенсии, как вы говорите, с 1 октября будут повышены, на основании чего? На следующей неделе вы не работаете. На основании решения парламента от 5 октября, 4-5 октября, я верю в то, что парламент сможет продемонстрировать, что он заботится об украинских пенсионерах. Алена, до 5 октября парламент будет разблокировано от этих вот поправок по судебной реформе, чтобы проголосовать за... Парламент не заблокованный, я не понимаю, почему не можно было... Парламент тонет в поправках, скажем так. Почему не можно было пенсионную реформу подать еще в травм или в квитни месяце и проголосовать еще до каникул? Мы, до речи, голосовали в первом читании и подавали поправки, чтобы сделать эту реформу лучше. Мы голосовали в первом читании с 10 застережениями. И мы будем бороться за эти застережения. Вот этих поправок из 4 тысяч, сколько осталось? Не треба было подавать вообще эти судовые кодексы, так званые, сейчас. Треба было их расследовать або позже, або раньше, разделить, и комитет вообще с ними не работал. Державную службу, когда мы разом принимали, у нас было 1500 поправок, не набагато меньше, да? Но ставилось на подтверждение 10. Потому что мы в комитете отработали эту реформу, и я особо отработала эту реформу 6 заседаний комитету. Тут комитет принимал то, что хотела администрация президента, руками, без обговорения. Я была на этом комитете, без обговорения поправок. И вот что мы имеем в зале. Я не буду голосовать за эту судовую реформу с этими поправками. Очень короткий ответ, пожалуйста. Буквально да или нет. В октябре пенсионная будет проголосована? Пенсии будут повышены? Хотя бы даже задним числом, как обещает Розенко? Это зависит от коалиции. Коалиция будет проголосована, как вы говорите, 5 октября? Да, 5 октября мы проголосуем пенсионную реформу, несмотря на весь саботаж. Все равно придется сюда вернуться, и мы тогда с вас спросим. Конечно, и очень скоро. Спасибо огромное вам за участие в программе. Алена Шкрум-Батькевщина, Алексей Гончаренко, Блок Петра Порошенко были гостями подробностей недели. Мы продолжим.